В Казахстане не хватает специалистов, которые могли бы работать с детьми, пострадавшими от насилия. Полицейские зачастую вообще не подготовлены к работе с детьми. Тему продолжит Вероника Боярова. Страдают самые наивные и беззащитные дети. И важно не только наказать виновного, но и не допустить последствий после надругательства. Для этого в основном привлекают школьных специалистов. Они умеют работать с детьми, но в вопросах реабилитации после насилия чаще всего некомпетентны. А таких специалистов, которые могут оказать помощь в кризисных ситуациях, в том числе и после психологической травмы, не хватает. На всю страну не более 50 профессионалов. По работе с травмой и с кризисами вообще уходит два года подготовки, если не больше. И на сегодняшний день, конечно, наши психологи, ввиду того, что у них есть зарплата маленькая, они не могут себе позволить такое обучение. Очень дорогостоящее, длительное. Поэтому у нас специалисты отсутствуют. Еще одна проблема, по мнению общественников, это некачественный следственный процесс. Во время дачи показаний малолетние жертвы могут не поверить, списав на бурную детскую фантазию. Как результат, ребенок закрывается, впадает в депрессию и может навредить себе еще больше. Нужны специальные курсы, нужно пройти, понимать надо психологию ребенка, потому что очень много суицидов происходит во время следствия. У нас, например, было 25 уголовных дел, грубо говоря, я говорю сейчас. 25 уголовных дел, которые мы в прошлом году зафиксировали, у нас 15 попыток суицида. Две из них закончились летальным исходом. Одна из этих попыток привела к инвалидности ребенка. То есть дети не выдерживают следственных мероприятий. Почему? Потому что во время следственных мероприятий. Массу неприятных следственных экспериментов, многочасовых допросов не выдерживают и родители. По словам юристов, они нередко забирают заявление, не хотят, чтобы их ребенок снова страдал. К сожалению, есть среди наших правоохранительных органов следователи непорядочные, полицейские непорядочные. Следователи, для которых насилие в отношении ребенка – это не кощунство, это просто очередная проблема, от которой нужно избавиться. И когда мне моя подруга рассказывала со слезами, да, выхали, да, ну почему так, это же ребенок, почему они сломали психику моему племяннику, я и говорю, дорогая, это для тебя, это ребенок, это для меня, это ребенок. Но для них это просто очередная проблема. За последний год в Казахстане случаев педофилии стало на 8% больше. Эксперты заявляют, что в стране нет комплексного подхода к этой недетской проблеме, как, например, в Великобритании. Там есть специальный отдел, который занимается только расследованиями тех дел, где от насилия пострадали женщины или дети. При этом к работе допускают лишь специально обученных сотрудников. Если вдруг есть подозрение на изнасилование ребенка, никогда этого ребенка не приглашают в полицейский участок. Есть специальные кризисные центры, есть специальные учреждения, даже в муниципальных учреждениях, да, есть отдельные детские комнаты, специально оборудованные, куда ребенок может прийти, и с этим ребенком уже дальше проводятся беседы. Более того, беседу не проводят, так сказать, в полицейской форме, да, как у нас это происходит. У нас подобных кризисных и реабилитационных центров нет. Недостаточно и дистанционной поддержки. Общественники считают, что необходимо вернуть телефон доверия 111. По их словам, те линии, которые действуют сейчас, абсолютно не справляются с нагрузкой. Вероника Боярова, Хабар, 24.